В Голицыне в здании с вековой истории открывается территориальный центр помощи населению. Именно тот случай, когда направление деятельности и предназначение помещения совпали воедино. Здание 1914 года, оно очень значимо для каждого голицынца. В Великую Отечественную войну здесь был госпиталь, где лежали наши раненые бойцы. Потом еще был институт. Поэтому эти стены, это просто вот от них такая энергетика. И вот сейчас мы возрождаем эти стены и опять помогаем здесь людям. Марина Савкина уже 9 лет ведет активную социальную деятельность. За это время она помогла многим семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В этом году на акции «Стань Дед Морозом» у нас 224 ребенка, которым мы выставляем список, имя и возраст ребенка, и любой желающий покупает подарки. Это дети из семьи, попавших в трудную жизненную ситуацию. Это особенные детки. И детки, которые, ну вот сейчас, например, это беженцы. Это дети мобилизованных, которые мы, конечно, не пропустим, тоже поможем. Добрые помыслы притягивают добрые дела. Мечта Марины – создать центр, в котором объединятся люди, нуждающиеся в помощи, и те, кто хочет помогать. Сегодня на базе организации собирают и гуманитарную помощь раненым и военным на территории Донбасса. Неравнодушные люди приходят сами. Все наши галицинские школы, детские сады, они привозят помощь. Я просто очень благодарна руководству наших школ. И ребята помогают. Они приходят, они сортируют, помогают нам в сортировке. Они пишут письма раненым ребятам. Обустраивать центр помогали жители со всего округа. Одни клеили обои, другие приносили шторы и комнатные растения. Кто-то привез диван. Так, за две недели совместными усилиями получилось облагородить пространство и даже подготовить фотозону в преддверии новогодних праздников. Детские рисунки. Кто-то не успел, а с новогодней игрушки мы собирали. Девочка пришла, она разрисовала окна. Ну, вот это все сплоченность, сплоченность неравнодушных людей. С появлением новых стен Центр поддержки населения обрел еще большее количество единомышленников. Нашлись желающие проводить бесплатные мастер-классы для детей. В перспективе появятся специалисты для оказания консультаций по разным вопросам. Большому кораблю, большое плавание. Елена Краева, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцова». Спасибо.